Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарба. С начала текущего года только в столице на пожары и другие загорания спасатели совершили более 2300 выездов. На пожарах за это время погибли 18 человек. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе на улице Корженевского столкнулись две легковушки. В результате столкновения одна из них вылетела на тротуар. Спасатели деблокировали водителя Пежо и передали медикам. Молодой человек был госпитализирован. Второй участник аварии водитель Мерседес не пострадал. Поводом для приезда спасателя в одну из квартир по улице Одинцова в минувшие выходные стал зажатый пластиковые игрушки и указательный палец шестилетнего ребенка. Спасатели освободили руку мальчика, все закончилось благополучно, и в дальнейшей медицинской помощи он не нуждался. Дети, к сожалению, довольно часто попадают в ЧАЭС. В связи с этим хочу обратиться к родителям. Внимательнее следите за своими малолетними детьми. Минск чрезвычайный. В начале недели совсем не учебная тревога прозвучала в военном городке Уручье. Из 84-й школы на улице Пономарева эвакуировали более тысячи человек. Около половины 11-го на первом этаже школы в электрощите произошло короткое замыкание и начала плавиться проводка. В результате возникло задымление, и в здании сразу сработала пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли работники МЧС. Предполагаемая причина ЧП – короткое замыкание. Пострадавших нет. Причиной возгорания автомобиля на паркинге в понедельник утром, вероятнее всего, стало также короткое замыкание электропроводки. ЧП случилось на стоянке торгового центра по улице Денисовской. Хозяйка Мерседеса, оставив машину, пошла на работу. А спустя 20 минут в паркинге сработала пожарная сигнализация. На место прибыли работники МЧС, однако к тому времени оперативно отреагировали работники торгового центра, которые и потушили огонь до приезда спасателей, не дав пламени из моторного отсека проникнуть в салон. МЧС напоминает всем автовладельцам о своевременности обслуживания и правильной эксплуатации своих авто. Уважаемые радиослушатели, в последние дни на улице заметно похолодало, и многие домовладельцы стали активно пользоваться обогревателями. Хотелось бы напомнить о правилах пользования электрическими приборами, которые по статистике являются причиной каждого шестого пожара в Беларуси. Чтобы не спровоцировать пожар, пользуйтесь только исправным оборудованием заводского изготовления. Не оставляйте электропокриватели, включенными без присмотра, в том числе на ночь. На сегодня это все о происшествиях. Слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.